Указанные в таблице числа являются действительно самыми маленькими. То есть меньшее количество направлений невозможно. Давайте я все-таки аккуратно это диарему сформулирую. Если n больше трех, и на плоскости даны n точек, не лежащие на одной прямой. То есть, пожалуйста, если точек на одной прямой может быть, а вот чтобы все не могут, то они определяют не менее n направлений, если n четко, и не менее n минус 1, если что, если n нечетко. На самом деле, самое лучшее, просто доказать от теоремы для четкого числа, потому что тогда, когда нам дадут нечего для системы точек, то мы просто одну из них выбросим так, чтобы точки не были на одной прямой. Вообще-таки, если все точки, кроме одной на одной прямой, то задача чеет, что у нас есть n плюс одна точка и еще одна, значит, понятно, что n направление есть. А вот если можно выбросить одну из точек, так, чтобы точек не на одной прямой, то совершенно никакая, можно выбросить, чтобы на прямой на этой лежать. Вообще-то все, когда n нечетное, проблем никаких нет. Вы просто сводите эту задачу, отпрасываем одну из точек, к случаю, когда n четное. Значит, на самом деле, дальше можно считать, что n – это 2m. Вот, n – это черное число. Значит, сейчас у меня будет, я сразу скажу, трудная эта располаганта. Даже не будет трудная. Она будет состоять в том, что я веду понятие последовательность перестановок. И буду следить за тем, как выглядит эта последовательность. Скажем, есть ли у нас чьи точки, которые образовали варианты. То есть, работа такая. Я сначала беру направление, почти горизонтальное, то есть, вот такое. Представили это направление? Оно почти горизонтальное. И двумя точек не случайным образом, а так, чтобы они при проецировании на третикулярный экран шли бы по порядку. 1, 2, 3, 4. И прямо так пришло. 1, 2, 3, 4. Отлично. А дальше происходит следующее. Я представьте себе, что запускаю этот кучок света и буду поворачивать. И экран будет все время перпетикулярен, и тоже поворачиваться. Понимаете ли вы, что сначала, когда он будет поворачиваться, ничего особенного происходить не будет? В какой момент произойдет изменение? В какой? В подсорка не разрушена. У нас есть вот такое направление, когда свет будет проходить вот так, то у нас поменяются местами двойка и тройка. Согласны? Отлично. И значит, я напишу там. 1, 2, 4. Отлично. Они поменялись местами. Дальше. В какой-то момент направление станет вертикальным. Это понятно? Направление станет вертикальным. И при прохождении через вертикаль поменяются местами какие? Единицы с тройкой и двойка с четвертой. Отлично. 3, 1, 4, 2. После этого в какой-то момент подойдем до 135 градусов. Поменяются местами единицы с четвертой. Станет 3, 4, 1, 2. После этого мы дойдем до горизонтального направления. Когда мы перейдем через горизонтальное направление. Поменяются местами 1, 2 и 3, 4. Согласны? Замечательно. Значит, мы получим вместо 3, 4 будет 4, 3. А вместо 1, 2 будет 2. Идею все поняли? Да. Идею все поняли. Так вот, господа. Что сейчас вы должны понять? Что у меня направление на самом-то деле осталось практически не таким же. Только стрелочка оказалась теперь вот так. Я начал с почти горизонтального направления, которое было туда, более-менее направо. И показал вам, что произойдет, когда мы повернем до 180 градусов. Сначала поменяются места в какой-то момент 2 и 3, потом, что у нас здесь произошло в этот момент, 2, 4 и 3, 1, потом поменялись местами 1, 4, потом поменялись местами 3, 4, 1, 2. Всем понялись местами. Все понялись местами. Всем понялись местами. Тоже самое. Для правильного 6-ти культа. То есть, нумерацию я вам сейчас покажу. Нумерация будет по сути такая же, как вы только что. То есть, берем почти горизонтальную прямую и нумеруем точку, что называется сверху вниз. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Будьте добры. Прикрутите, что вы знаете, эту картинку. Прикрутите эту картинку. То есть, в начале была перестановка. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Как вы помните, направление шесть. Поэтому перестановок будет шесть штук. Надо просто представить себе, как луч света освещает эти самые точки. В начале были один, два, три, четыре, пять, шесть. Один, три, два, пять, четыре, шесть. Так, отлично, понятно. Три, один, пять, два, шесть, четыре. Три, один, пять, два, шесть, четыре. Пять, два, да. Шесть, четыре. Шесть, четыре? Да. Эти почему? Правда, понимаете? Потому что пять, два, параллельно шесть, четыре. Правда, нет, да. Отлично. Три, пять. Это почему? Три, пять. А вы же сказали? Нет. А, да, три, пять, да. Все правильно. Три, пять, один, шесть. Да. Два, четыре. Два, четыре. Два, четыре. Отлично. Один, два. Один, два. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Шесть, пять, четыре, три, два, один. И что же это за изменение такое произошло? Ну, такое же стрелка изменилась в другую сторону. Одновременно в трех местах, одновременно в трех местах. А, ну да, при горизонтальной операции. Замечательно. Замечательно.